Мы точно не вернемся в хозяйскую деятельность Одесса ГАЗ, мы не имеем ни функционала такого, ни полномочий, да и цели такого нет. Мы сейчас говорим о том, чтобы не делали все под одну ребенку, то есть там, где люди по поводу не рассчитываются, но вы в праве с ними общаться законными методами и законными способами. Мы сейчас говорим о том, чтобы это не носило какой-то массовый характер буквально по всему, знаете, давайте закинем всем, а там разберемся. По факту нашей договоренности внутри, мы приняли решение, что нужна ситуация разобраться глубже и наш анализ говорит о том, что в той выборке, которая была у коллекторов, есть и люди, которые сложно на них хотят платить, и те, которые там по каким-либо техническим, например, ошибкам там попали в эту базу. Сразу же в пятницу на прошлой неделе, это было какое число, 24-го, да, 24-го, ушли официальные письма. С одной коллекторской компанией, которые вели себя не очень красиво, я расторг договор, мы отозвали у них полностью базу, которая у них была в работе. У нас осталось две коллекторские компании, которым я написал письма о приостановлении действий. То есть, начиная с субботы утра, с 25-го сентября, не должно было поступать никаких новых звонков, никаких новых писем. Но позиция наша такая, что в, я имею в виду 20-го с постачанием, что в любом долге, который мы озвучивали, есть какая-то доля долга, там, реального, даже если есть какие-то ошибки. И этот реальный долг, он не дает возможности нам функционировать как компания, закупать газ. Поэтому мы сейчас наладили взаимодействие с компанией Одесса Газ, мы вычисляем, собственно говоря, тех людей, которые, предположим, передавали реальные показания счетчиков и не платят. Или по тем, у кого там был выход слесаря, проверил, как бы все в порядке соответствует нашим данным. Человек утверждает, что наоборот, то есть вот по вот этим людям мы будем восстанавливать работу, возобновлять в точечном формате. То есть те, которые действительно должны денег и не хотят за них это, собственно говоря, платить. Остальные вопросы регулируем. Человек должен обратиться или там в Одесса Газ или в Одесса Газпостачание, написать заявление о том, что с чем он конкретно не согласен, или там с объемом начисленного газа, или там с суммой, предположим, его письмо попадает в стандарт наши взаимоотношения. Мы разбираемся, смотрим. Если обнаруживаются ошибки, там, либо в объеме, либо в сумме, либо в чем-то еще, то в Одессе Газпостачание учет всех денег идет очень четко. У нас есть в разрезе каждого потребителя его персональный лицевой счет, на котором учитываются все списания, все начисления. Если изменение объемов населения приведет к тому, что мы пересчитываем, у человека образуется долг, не является переплатой, простите, в этом контексте, то человек имеет право написать заявление в Одессе Газпостачание, переплату вернуть в СИГИ. Мы возвращаем ее на карточный, либо на сберегательный, либо на любой счет банковский, который есть. По основным пунктам все понятно, по коммуникации действительно подвижки есть, но мы на этом не останавливаемся. До нового года уже появится опция, будет видно это показание на электронных носителях, то есть в личном кабинете смогут с этим ознакомиться. Буклеты тоже появятся, там где их нет, в Одессе Газпостачание есть, вот еще в Одессе Газпостачание появится. Информацию о том, какая теперь эта разница между Одессе Газпостачанием и между Одессе Газом, и какой функционал, это, пожалуйста, донесите тоже, потому что вот эти письма никогда не заплатятся. Будут вам писать через Одессе Газ, а в Одессе Газ через вас. Хорошо. Все. Спасибо. Спасибо вам большое. До встречи. Значит, сегодня подвели итоги всем договоренностям прошлой недели, подтвердили информацию о доступности участков для написания заявлений, ответили на другие горячие вопросы. Если вкратце, значит, первое, мы приняли порядка 800 заявлений от потребителей, которые не согласны с объемом либо суммами начисления за природный газ на сегодняшний момент, обрабатываем эти заявления, часть из них передали в Одесса Газ по тем людям, которые не согласны именно с объемами потребления газа. На сегодняшний момент на участках Одессы Газ по ставке очереди отсутствуют. Проверяли неоднократно, и мы и контрольные закупки от сотрудников мэрии подтвердили то, что очередей на сегодня нет. Наши сотрудники по-прежнему готовы принимать заявление. Третье. С субботы прошлой недели, с 25 сентября, Одесса Газ поставка ввели дифференцированный механизм работы по задолженности. Мы вычисляем потребителей, у которых задолженность не подлежит сомнению, в которых мы уверены точно, и по поводу этих людей продолжаем применять действия по взысканию задолженности. По основной массе должников мы приостановили массовый обзвон коллекторов, именно для того, чтобы дать людям возможность, тем, кто не согласен с объемами начислений, обратиться в Одесса Газ или в Одессу Газ поставку и написать заявление. Из важного. Позиция предприятия следующая, что в каждой сумме долга, каким бы он ни был, есть та или иная часть реального долга. Поэтому ответственный потребитель должен оплатить ту часть долга, которую он не оспаривает, и обратиться с заявлением, если он с чем-то не согласен. Все заявления рассмотрим. Что еще? Договорились о совместном информировании потребителей в части функционала предприятия Одесса Газ, Одесса Газ поставка. Наверное, это основные моменты, которые проговорили, чтобы вас, собственно говоря, надолго не задерживать. Обращайтесь, мы доступны. Вся актуальная информация выкладывается на сайте. В разделе «Вопросы и ответы» вы можете найти все документы, которые касаются истории наших отношений и дискуссий последних двух недель. Хотелось бы такую тему обозначить сегодня по поводу того, что идет путаница между нашими потребителями, между Одесса Газом, как газораспределительным предприятием, и поставщиком газа. Хотелось бы обозначить, какой вопрос. Очень остро стоит сейчас тема в городе Одессе по поводу того, что проходят какие-то непонятные начисления объемов, приходят какие-то непонятные платежки и так далее с непонятными объемами. Ситуация связана исключительно с тем вопросом, что потребители не передают показания. А также хотелось бы обозначить, что потребители зачастую передают показания не той организации. Они передают показания поставщику газа. Может быть, Одесса Газпоставки, может быть, Нефтегаз. Разные поставщики сейчас действуют на территории Украины и на территории Одессы и Одесской области. То есть эти показания, если уходят поставщику газа, вы указываете их в квитанции платежки за газ, именно за газ, я подчеркиваю. Вы эти показания передаете поставщику. Хочу подчеркнуть, что в договоре на распределение природного газа прописано обязательство потребителя передавать показания газораспределительному предприятию, а именно Одесса Газ, с 1 по 5 число каждого месяца. Если вы как потребитель это обязательство выполняете, то никаких вопросов с вашими объемами не будет. Они будут записывать, показания вашего счетчика будут записываться, и происходить все, вся информация будет передаваться как поставщикам, так и другим участникам рынка сугубо по показаниям вашего газового счетчика. Показания, как передавать показания, вы можете найти на официальном сайте Одесса Газ. В двух словах скажу, что возможно передача на самом сайте, не обязательно регистрироваться, есть там определенная процедура, то есть очень простая, как эти показания передать. Передача показов раздел на официальном сайте Одесса Газ. Также можно по телефонным номерам, там же вы можете на официальном сайте найти телефонные номера, как в городе Одессе, так и по Одесской области. Также можно передавать показания через личный кабинет. Также на официальном сайте заходите, регистрируйтесь, самый удобный способ. Там вы также можете получить другую информацию по вашему лицевому счету. Это основные способы передачи. Также у нас действует возможность передачи показаний через Viber, через Telegram, также отправив смс-сообщение на короткий номер. Всю информацию дополнительно вы можете найти на сайте Одесса Газа. Также хочу обозначить, что идет путаница среди потребителей, за что кому платят. Одесса Газ выставляет счета за распределение природного газа. Считаете, получается, каким образом? Высчитывается потребление за так называемый газовый год. Это с октября по сентябрь. Газовый год, общий объем, делится на 12. Равномерными частями выставляется каждый месяц одинаковая сумма для оплаты. Это вы оплачиваете Одесса Газу. Поставщику газа вы платите каждый месяц за потребленный объем газа. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!